Тетрадечки с вами находите, ручки берите и давайте помолимся. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Я потише говорю специально, жду, когда вы начнете. Видите, каждый свое. Пишите число сегодняшнее. Сегодня какое? 9 февраля. И повторим стих, который я в прошлый раз вам задавала. Что нету? Загуляевых, дроботов неизвестно почему? Дроботы болеют. А Енафа здесь, Фрося с Нестором больны. А Иван не поехал из Павловски, остался там, где он учится. Он не приехал, потому что здесь Загуляевых не знал. Надо позвонить, будет узнать, все ли в порядке. Я думала, сейчас подъеду, потому что опаздываю. Может, что-то там, не знаю. Так. Так, написали, да, 9 февраля. Какой стих в прошлый раз задавала? Полиночка помнит? Ты записывала? А, нет, это предыдущий был. Нет, другой тоже. Ибо нет. Говори. Не было. Это ничего. Не было тебя, да, в прошлый раз? Так, Полина. Я что? Ну, ты. Ну, Таня, можешь, я начинай с младших. Ты, Саша. Я не могу с собой в четверг. Давай, не подглядывай, только тебе записано. На меня смотри. Типа нет такого же имени. Громкий. Которая надлежала бы нам спастись. Вы бы пропустила. Лерочка. Посмотрим. Я нечего передвинаю. Так. Ибо нет другого имени. Где? Подвиг. Под небом, которым надлежала бы нам спастись. Спастись. Ты что, выучила? Нет. Скажешь? Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Так. Полина слушала? Внимательно. Сейчас все вместе проговорим. Сейчас я его найду, этот стих. Покажу. Так. Так. Откуда я его убрала? Я его распечатывала. Помню. Нет. Тут считались точки, мне застались. Ладно, давайте просто все хором скажем. Так. Деяние 4, 12. То есть, Деяние апостолов, 4 глава, 12 стих. Правильно? Все понимают? Полина, понимаешь, что такое 4, 12 стих. Ибо нет другого имени под небом данного человека, которым надлежало бы нам спастись. Поля, о каком имени говорится? Чьим именем мы спасаемся? Ну, как зовут? Господа, как его зовут? Иисус. Иисус Христос. Правильно. Эти слова говорили апостолы, когда учили, что нет другого имени на земле, которым надлежало бы нам спастись, только именем Иисуса Христа. И всегда, когда мы молимся, мы говорим, во имя Иисуса Христа, именем Иисуса Христа, да, все время это повторяем. Есть такая, так называемая, Иисусова молитва. Господи, Иисусе Христе. Не трать ручку, просто так чиркаю сидишь. Какая Иисусова молитва? Полина знает? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Есть такая молитва? А скажите, а кто эти слова говорил? Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Ну, не так именно, а вот кто помилуй меня грешного говорил? Давайте подумаем, вспомним. В Евангелии, где мы такое вспоминаем? Кто так говорил? Нет, в Евангелии. Давид это Ветхий Завет. А в Новом Завете? Именно в Евангелии. Вспоминайте. Кто мог, вот из всех, мы это много раз с вами проходили, каждый год вспоминаем. И сегодня это на службе будут читать. Кто говорил о том, чтобы Господь его помиловал и что признавал себя грешником? Не помните? Нет. В Евангелии. Не в деяниях, не в посланиях. Помните такую историю? Рассказал Христос. Притчу рассказывает. Пришли двое в храм помолиться. Двое зашли в храм. Вспомнили? Вспомнили, да? Мытарь. Мытарь. Правильно. И мытарь говорил вот эти слова покаянные, да? Ну, давайте вспомним кратко. Сегодня прочитаю, потом здесь будут на трапезное толкование читать. Мы кратко вспомним, что там произошло в храме. Полина вот вспомнила, что это... Кто зашел в храм? Мытарь и фарисей. Правильно. Мытарь и фарисей. И они молились, да? В Евангелии от Луки эта история расписана. Эту притчу рассказал Христос, что вот дошли двое. Фарисей как молился? Фарисей, он себя восхвалял просто в этой молитве, да? И Бога благодарил. Господи, я благодарю тебя, что я не такой вот, как там разные грешники. И перечисляют грешники, вот как эти грешники, или вот как вот этот мытарь, да? Что я не такой, не такой, я вот такой весь прекрасный. А мытарь не хвалился, а бился в грудь и говорил, Господи, помилуй меня грешного, да? Помните, у нас с вами было занятие о том, что начало исправления всего начинается с того, что человек признает себя грешником, признает свой грех. Очень многие не могут сдвинуться в своем вот, в христианском развитии, как христиане, только потому, что они не признают свои грехи. Они эти грехи всячески оправдывают, объясняют. Ну, это жизнь такая, но это так и было. Они не понимают, что они жили во грехах. Во многих случаях говоришь, ой, там, вот этот, как же вот это делает, или как-то живут люди. И другой человек говорит, ой, ну что ты, ну это жизнь такая, ну а что, ну все так, все не все. Христианин, если он решил стать настоящим христианином, в первую очередь, начало всего, признать свой грех, признать себя грешным. И тогда уже вторая ступенька покаяния, очищения и уже себя совершенствовать, как христианина, в добродетели и дальше, дальше, дальше соблюдение заповедей. Если человек не признал свой грех, а дальше живет, продолжает жить, то первая вот эта ступенька, отрекись от себя, признай свои грехи. Она не пройдена, дальше не будет пути развития. Понятно? Признать свой грех. Напишите, неделя мытаря и фарисея у нас сейчас будет, тема, неделя мытаря и фарисея. Сегодня это читается Евангелие, и эта неделя перед постом называется мытаря и фарисея. Вот смотрите, перед постом великим сейчас уже идет подготовка, называется заготовительные такие, подготовительные недели. Вот читается в это воскресенье и начинается неделя до следующего воскресенья мытаря и фарисея. Следующая неделя, можете себе пометить, будет неделя, помечайте, первая неделя, вот мытаря и фарисея, вторая неделя будет называться, мы их сейчас перечислим, чтобы вы знали, о блудном сыне называется она неделя, о блудном сыне. Помните эту историю Евангелия про блудного сына, да, было два сына у отца, и один из них попросил часть своего имения взять и пошел, решил им распорядиться. Вот, и чем все закончилось, мы потом будем с вами разбирать следующий раз о блудном сыне. В этой серии помните, мы ее просто вспомним. Следующая неделя, третья неделя перед Великим постом и непосредственно перед самым постом, последняя она. Да, ее называют Масленицей, но мы с вами образованные православные, мы должны знать правильное православное название, как она называется. Мясо, кто знает, у нее есть два названия, которые и в календаре можем встретить, и везде. Она называется Мясо. Ксюш, уберите руки от лиц от своих. Руки, тем более грязные, мы ручки. Вот самое сейчас грязное, вот сейчас там все болезни, вирусы, везде объявляют. Так, грязное, самое, это и передается не столько маски одевать, дышать, а руки мыть. И самые грязные места это ручки дверей. Ручки, это самое грязное. Люди еще идут из туалета, где-то за ручки берутся, еще до умывальника они дошли. И с улицы идут, и с городского транспорта идут с грязными руками, и трогают ручки. И вот самое-самое грязное место в доме, это входная дверь и ручка входной двери. Вы сейчас эти все ручки потрогали по пути, пока заходили, и сидите, кто глаз, кто нос. Вот сейчас самое грязное у нас, и сейчас вот это вирус пошли, уже карантины вводят. Руки, не трогайте руками лицо никогда, тем более не помыв их, придя с улицы. Так, отвлеклись на противовирусную защиту. Как называется мясо? Пустная. То есть пусто. Не едят мясо, да, на масленицу. Мясо пустная неделя. Или ее по-другому можете написать в скобках сырная. Почему сырная? Потому что молочные-то продукты разрешены. Ее называют сырная неделя или мясо пустная. О, а по-евангельски. Вот у нас неделя мытаря-фарисея, потом неделя о блудном сыне, и потом читается о страшном суде. И эту неделю называют неделя о страшном суде. Последняя неделя перед постом. Нет, это же, там 23-го числа, то есть за неделю до поста будет читаться о страшном суде. То есть мы перечисляем, что читается в воскресенье. Мытаря-фарисея сейчас будет, сейчас следующее воскресенье о блудном сыне, и в следующее о страшном суде. Все. И потом будет последнее воскресенье перед постом, когда заговененно все происходит, это будет прощенное воскресенье. То есть заканчивается все, можете циферку 4 поставить прощенным воскресеньем. Это не неделя, а именно день. Прощенное воскресенье, когда просим прощения. Вот про масленицу. Масленица на самом деле это не православное название. Мы, конечно, его употребляем, но должны понимать, это языческий праздник, который праздновался весной. Изготавливали масленицу-чучело и сжигалось оно. Это до христианства, еще до того, как христианство пришло на Русь, этот праздник отмечался и назывался масленицей. Тогда пекли блины. Это был веселый, радостный такой, не христианский языческий праздник. Масленицу сжигали, прощались с зимой, наступление весны, делали солнце, потому что поклонялись солнцу, поклонялись языческим богам, истуканам. И вот эти традиции, они дошли до наших дней. И вы должны понимать, что это не христианский праздник, когда сжигают там чучело и так далее. Наш праздник, он даже не праздник, а подготовка к посту называется сырная мясопустная неделя. Мы тоже печем блины, принято у православных сходить в гости, со всеми пообщаться, примириться, потому что наступает пост, время говения, покаяния и подготовки к Пасхе. Так что хорошо запомните, что читается, что читается на этой неделе? Читается о страшном суде. Представляете, о страшном суде, что может быть страшнее и серьезнее? То есть тут нет никаких поводов веселиться, плясать, танцевать, как отмечают Масленицу. Когда радостно устраивают кулачные бои, веселье, ярмарки. Очень даже делают. Делают? Да что вы, да каждый раз объявления вешают, делают. И все, я вам покажу. Объявления везде, в социальных сетях проводят, возле рынков будут проводить. Вот увидите эти праздники. И даже в детских садах проводят, как бы, ну просто как воспоминания русских традиций. Все это показывают и делают. Очень даже сохранились эти традиции. Я, по крайней мере, помню, вот мы жили в деревне. У нас постоянно Масленица, это совхоз давал лошадей. Катались на конях, потому что уже тогда это тоже уже была редкость, чтобы на конях кататься. И катали на конях, Масленица, стоп возводили в центре деревни. Мужчины лазили туда без вот этих специальных приспособок, кто залезет. Прист там снимали на столбе. В конце сжигали Масленицу. Была ярмарка, угощения, выпечки очень много. То есть и до сих пор вот встреча русской сибирской Масленицы есть такие, проводят в разных подворьях сейчас. То есть до сих пор этот праздник отмечают. И в новостях вы это все видите, показано. Празднуют. Конечно, может быть не придают этому то языческое значение, которое было тогда. Но как традицию ее продолжают соблюдать. И частенько освященники по телевизору выступают, чтобы надпомнить, что это православному празднику, даже не празднику, а событию подготовки к посту, к сырной неделе отношения не имеет. Но название вот так перекликается, что мы тоже Масленицей называем, потому что блины причем и маслом смазывают. Поэтому именно только названием похоже. Это вот последняя неделя, потому что идет именно подготовка к посту уже. Вот эти три недели, о которых напоминается о грехе. Вот посмотрите, в первой неделе мытарь и фарисея напоминается о покаянии. Как говорил мытарь, да? Что он сказал? Он сказал, Боже, будь милостив ко мне грешному. Стоя вдали, не смел даже поднять глаза. То есть у него было такое покаянное настроение. А кто такой мытарь? Кто помнит, Лера? Кто тени собирает? Сборщик налогов. И он почетом пользовался среди населения или нет? Наоборот, презрением даже пользуются. Потому что они собирали эти налоги для римлян, которые захватили эту землю. Которые считались врагами, захватчиками этой земли. Они собирали для них налоги. Плюс они еще собирали больше, чем надо. Сами, как правило, жили зажиточно, потому что подворовывали из этих средств. И не каждый благочестивый иудей соглашался, чтобы быть этим сборщиком налогов. Потому что со своих людей приходилось порой последнее забирать эти налоги. И их не любили. Они даже презрение к ним испытывали. И фарисей, когда молился, он говорит, что не как вот этот вот, да? Что я не таков, как прочие. Или вот как этот мытарь. Кто он такой? Он вообще пред Богом никто. Свой народ отбирает. То есть и фарисей как бы себя возвысил. Я-то не такой, как мытарь. А кто такие фарисеи, Ксюш? Книжники говорят, и фарисеи. Ну, фарисеи, это, можно сказать, такая религиозно-политическая партия была. То есть объединение таких религиозных. И у них свои политические взгляды о стране были. Это была образованная такая элита, можно сказать, страны. И такие интеллектуалы, они были, знали Ветхий Завет, знали закон. Этим они очень кичились над теми, которые не знали. То есть возвышали себя, грамотные, образованные имели образование. И очень гордились этим. Гордость у них была, гордыня. Вот смотрите, мы стих не записали, уже начинают петь. Стих мы сегодня с вами, вот, из этого как раз случая, где... Чем заканчивается эта притча? Христос говорит, сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более... Это что-то там у меня отпечаталось не то, не обращайте на это внимания. Просто Евангелие от Луки, 18 глава, 4 стих. Ой, 18 глава, 10... Нет, подождите. 14 стих. Там было написано с 10 по 14. Это вся история о Матрия Фарисея. Вы запишите 18, 4. 14 или 4? 4. Ой, 14, 14. Мам, 14 или 14? 14. Короче, вы ничего не пишите уже, она сама не знает. Ну, знаю же. Ибо всякий возвышающий... Видите, у нас уже третий стих начинается со слов «ибо». Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет. Это про Фарисея речь, да? А унижающий себя возвысится. Записывайте. И дома в следующий раз мы будем его повторять. Вот. Ибо возмездие за грех смерть. Мы с вами учили стих, потом учили. Ибо нет другого имени на земле. И этот третий стих начинается с этих слов. Ты просто выпиши Лука 18, 14 и дома выпишешь. Ну, ошиблась, ничего страшного. Зачеркнула бы аккуратненько и красиво написала. Все, сейчас иду уже. Дописала ли я? Вот. Полин, ты долго будешь писать. У тебя вот написано... Я вот это слово допишу. А, давай. 18, 14 и дома с мамой выпишешь. Хорошо? Ты забираешь тетрадочку домой? Да. Все, молодец. Вот этот стих. Давайте мне сейчас помолимся и пойдем. Сегодня буду вот это место читать. Слушайте внимательно, а потом будет толкование говорить. Все, 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 дома написано. Складывай, молимся. Господи, мы благодарим Тебя за все милости и щедроты. Помоги, Господи, болящим, болящим, болящим детям, которые сейчас болеют и не пришли на наши занятия. Помоги им, Господи, даруем выздоровление. Тебе за все слава, хвала, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь, говорите? Аминь. Если вы согласны с моей молитвой, вы добавляете слово Аминь. Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.